мира миром я хотел узнать насчет этих меценат точнее доложиться такое ощущение что как будто закрыта организация это но я уже выписал телефоны здесь новые которые нашел и будут дозваниваться это о чем вы говорите ли цена ты столетия и надо уже найдено все все отменяется уже сделали ну слава христу а то я звонил звонил и все номера все уже сделано поэтому господь смотрела нас что-то ну вот так вот чтобы лучше было видно так ну давай говори чего у тебя то что уху раньше когда был этот ушел с работы ты теперь понимаешь что зря ушел нет нет не понял ну значит еще надо тебе поискать работу так я ушел то посоветую и с нечестивой работы ушел ты а другого то нет ты обстановку меняешь дальше на одно дело выгнали вот шажется с работы на работу уходить у меня нет таких записей у меня именно увольняли то что там я свидетельство приехал директор предупреждали тебя поэтому там выгоняем у меня все это описано но так чтобы мне не нравится я пошел где-то больше лучше платят у меня ни разу не не было такого я не помню еще искать я начинаю работать там получают он стойка то у меня работа выработка в три раза больше я получаю больше всех ну конечно без перекуров все это как есть я начальство это быстро ставит на учет вот я на корабле допустим не моя вахта начинается шторм или мы заходим в канал а там корабли стоят около пирса стоит другой стороны корабль большой развернулся там протаранишь миллионы поют и сразу меня вытаскивать на это почему у меня давно видимо было родился в степи а я чувствую корабль он только еще думает поворачивать я уже чувствую сейчас будет он туда и сразу штурвал маленько сюда и так на любой работе пищи делать а так ходить искать где выше платят без ягод хорошо где нас нету поговорка говорит я не поэтому ушел игнать тихонов я же ушел потому что мне предъявили во время разговора что христианин не может на такой работе работать а я сам ходил два с лишним года и малодушие у меня было я получал деньги от кино и кино похабное которое мы выпускали совершенно негодное и меня совесть мучила а тут мне прямо во время благовестия мне сказали да какой-то христианин на такой работе работаешь и я тогда позвонил вам и по совету говорю храмы ремонтировали в сибирске были не зашел туда ноги не погонял тебе нравилось ты получал хорошо и вдруг заволновался и пошел зачем нет нет там просто у них закончилась работа я уехал там я не волновался никуда там я могу посоветовать на стройку пойти я всю жизнь провел на стройке хотя готовился сдал экзамены в сельскохозяйственный институт и благодарю бога что я услышал разговор как говорят там учиться меньше вообще не знал это что взял оттуда документы перенес туда и без экзаменов уже в техникуме всегда где бы ни был я в деревне в городе у меня кусок хлеба всегда есть да кому-то дачу надо строить я уже там торчу опор там у тебя или ножовка пила все сгодится мы же сами все делаем возьмем даже ты видел проды восстанавливаем это не игрушка это работа настоящая там проезда не было теперь идет идут ты же сам все таскал видел где а тем более там не так было игнать тихоныч там работа объем определенный был и мы его сделали и я уехал там закончилось просто а новое он не горит ты ищи заказы и тогда будем работать но я ищу пока один там какой-то нашелся но отказался сейчас денег ему жалко то есть не то что я сбежал оттуда нет такого не было это просто закончилась у него там то на что у меня звал они не так мы молимся чтобы господь дал мы даже поболились сегодня я попросил отдельно тебе помолиться мы щетверо тут молились что тебя господь устроил куда-то и и никогда не капризничай библии говорится не спешу уходить от хозяина не спеши это со всяким бывает у меня столько штампов трудовой стоит но нигде я сам не уходил меня выбрасывали один раз кое-как устроился на работу все я бей выхожу только захожу во вторую смену а за мной следят оказывается со второго этажа крещат а ну-ка иди сюда я подхожу это отдел кадров у меня трудовую книжку в окно открыто окно вот так швырнул чтобы ноги вашей не было здесь я опять без работы меня майор водит после освобождения всех устроил которые тогда освобождаются их надо устроить иначе ты мне государство пойдет тебя сразу арестуют он со мной ходит нигде не может устроить там поговорится видимо только устроит я уже прохожу комиссии в это время звонок так лапкин тут не пройдет у вас дело-то меня опять он будет я ничего не могу сделать первый раз встретился так на работу на самую низкую какую-то там или сторожем никуда не принимают одни считают сколько не обнимал на работе тунеядцев статья а сейчас то этого нету ты когда сделали что каждый властью собой может не работать мы даже не воображали это что свой трактор будет это запредельно далеко не как а сегодня все ты смотри потеряет трактора и комбайна и все свое поэтому да благословит господь я сейчас сидел слушал там политологи связаны с украина или там непосредственно украинские говорят я могу сказать только все они вместе взятые легче пустоты писание говорит они не вообще не берут бога во внимание не писание не берут от начала так вчера говорила дело пошло совсем по-другому и они уже то забыли даже его любого можно брать за болтовню и вот он видит что-то там белое то не говорит что эти люди что делали как они ненавидят русских там пляшут москаляку нагеляку там где делали куклы такие это я увидел у ткащева оса андрея и продает их младенец лежит но он там из ток видит торта разрезать пополам младенца едят или там какая-то фаршированная лапша или что с мяса луганской области вот такие вот вещи невероятно но так ли это судя по тому как молодежь себя ведет и какие лозунги легко поверить в это а как вы относитесь никак мы просто молимся мы понимаем дьявол играет людьми я никогда не могу согласиться что это два народа это один народ 300 лет назад один и тот же язык было эти пленен на разных слов то везде нахватались то литва то польша и поэтому они там все это это не другой язык вот у нас деревне говорят чего-чего вместо что вы что другой локо это сегодня зашли они вчера разговаривали ивановской области то вас окают ну да вот видишь ударение тому молиться надо нигде не берут бога во внимание читай книгу судей согрешили бог посылает врага смиряет их плен берут проходит сколько-то лет смирились плачет господь дает освободителей геудеон пришел и фай пришел сейчас ничего этого нету вот там байден только вчера говорил сегодня не помню то он подсказывает что где они находятся то он совершенно вызвавший из ума и не не все подсказывает главное не цифры назвать не может нигде было как это так без бога масон все эти удавки галстуки висят куклы если вы помолились собрались вместе все по-другому было бы сразу просвещение ничего нету я это испытал каким я был куда стремился и когда евангелия полчаса вся жизнь пошла по-другому так а если нас было здесь два миллиона и все одинаково обратились мы все братья какой он от хама он от и олеопета или ассемита во христе нету не елена и неудея игнать тихонов я говорил с помощником отца андрея ткачева александр его звать михайлов и он не рассказал что я знал без подробностей оказывается когда там эти майданы были на украине то отец андрей запретил своим прихожанам в этом участвовать и обсуждать это в храме и за это к его пришли с оружием люди домой и говорят если ты отсюда не уедешь несколько дней то мы тебя и семью твою пустим под нож и в итоге ему пришлось выехать и прям за ним машина вот так ехала и следила как он уедет оттуда дали ему выехать под таким условием и вот с тех пор он здесь в россии и слава богу да так что не просто так если слышно и парада были когда эти садомиты вылезли а он громил их прямо тогда я тогда смотрел его молодец ну вот спаси христос за молитву я сейчас активно еще и от совет ваш я принимаю до чтобы даже что будет тяжело нику не уходить но надо сначала найти где быть потому что пока просто как господь как будто отводит прямо я раз куда ты он коп и люди куда-то отходят и все сейчас многие компании сейчас не берут почему но потому что они не знают какое будущее им страшно непонятно как многих сократили поэтому сейчас не просто найти но я молюсь и думаю господь для меня приготовил что-то лучшее что благодарю ну и насчет трехтомника я вам написал если какая то есть возможность там тип запаса может это отдельно лежит какой-то там я тебе выслал в электронной версии все выслал в электронной у меня есть да не в пейджмейкере в ворде переделал и в ворде выслал так что пока довольствую с этим нету нету все кончилось вот сейчас все время молятся об этом переиздать сколько будет я сделал заказ на исследовать она директор типографии с как это сделать на тысячу экземпляров 5 10 и 15 тысяч а 15 это 45 тысяч книг уже трехтомник умножая на 3 пока не знаем только что сообщили что стоимость бумаги увеличилась сразу в три раза да а сергей павлович то сходил узнал там нет он ходил он свел меня с этой которая директор через который все мои книги изданы кроме симфонии на не канонические книги я переговорил она говорит издавали это в горном алтае она там созвониться у себя как будто бы они могли но у меня все к этому готово только с картинами там надо все по-новому смотреть и издавать а остальное все пейджмейкере готова там только в конце занятия университете перевести на сегодняшние ресурсы потому что занятий нету но если что я работал пейджмейкере я знаю там я верстал в университете верстал пейджмейкере и в иллюстраторе везде это обработал этих программ и значит такое так ты вот эти ролики то составляющим обитали этот вячеслав что-то говорил эту тему да я не хотел даже выставлять и я сразу говорю у меня такое ощущение что не надо прям как будто замок не повесили он говорил после этого писал ну конечно говорит не нужно такие ролики зачем это и и и удалил и все и никак потому что я даже и не хотел выставлять но потом думаю я время столько потратил мы ну просто спрошу правильно я чувствую что не надо это спросил и мне сказали правильно вот я не видел этого что там было как я просто знаю что не надо этим заниматься ничем надо заниматься собой священным писанием и помогать нуждающимся в посте и молитвы не пропускать тут богослужению ну такие за которые сейчас идут у нас здесь все эти поклоны господи блатыка живота моего 16 земных поклонов а здоровый молодой и крепкий тебе ничего не помешает и 100 поклонов сделать это лишь как дело сдвинется а это смотришь на них они вообще все одинаковые там это там да этот руководитель что сказал там сипонии где-то и один не молится они действительно вот я тоже смотрел там я вообще максимально не смотрю но если вдруг смотрю человек говорит да да никакой здравомыслий человек 21 век на дворе ничего не будет какие войска вы чё это просто для устрашения никогда этого не будет я вам точно говорю я все понимаю потом раз это происходит да я понял что ничего не понимаю сидит сам-то тебя слышал день назад что-то говорил ну то есть запредельный уровень безответственности они когда говорят как ворона покаркала ничего нету я всегда на этих политологов так и смотрел но раньше то я библию не держал в руках а теперь смотришь они лжецы просто они фактически клевещут на на бога получается они совершенно да вот не берут его в расчет и что-то сказали все а какой с них спрос как ты с них спросишь ничего не спросишь а я что-то обещал правительник какой свои здесь а те там и скажут а библия говорит определенного саул такой-то избрали и вот он сделался таким не скрывает ничего а это все своему никто и все хорошо все нормально всякие мерзости война-то настоящая было бы не смотрели сравнялись землей бы тот киев а они стараются чтобы этих нетронутых гражданских одних ни в чем не повинны ни в чем не повинны только христос один в этом не повинны в чем обвиняют а то ни в чем не повинны везде это слово вставляют ну и ясно дело что ни днем ни ночью не молятся нигде ни разу и вот эти удавки смотришь бритые даже только молиться думаешь вообще ничего не знают а сколько получает возьми в месяц там депутат там замминистра а чего же вы до этого дошли хотели готовили через какое-то время крым отвоевывать войска стягивали им сейчас не до этого а еще пригрозили то ядерным оружием тут вообще не не простирают штаны своими да ну спасти христос агнат тихонич за молитвы моего там ничего не это молитва ничего не значит значит только благодать божия ответ на молитву а там уже как будет но поищи нет у меня ничего незнакомых нигде я же не бываю только от больших городов куда-то маленько устраняйся потому что внезапно начнется крушение все будет и вавилон будет сожжен да вот я вот постоянно упираюсь то что у меня родители здесь и о них забота какая-то нужно а младший мой брат на два года младше он эту заботу не проявляет так как я предположим и я-то непосредственно с ними живу здесь что-то помочь купить принести отвести и так далее и а переехать они никуда не переедут и вот я в это постоянно упираюсь вот так раз и в общем прижмет переедут будут землю пахать будут одно зернышко искать что посадите как робинзан круза да это тоже верно ну спаси христос отпускаю вас игнат тихонич давай спаси христос с богом и вас